Здесь Гаусска, практически неприятно, что вы все в Гаусска. И поэтому начинаем у вас сразу, с любительного слова, Венера Камаловы. Друзья, добрый день, доброе утро. Очень рады вас сегодня видеть. Мы сегодня собрались здесь, собрали тех людей, которые реально уже сейчас влияют на развитие делового климата. В республике я уверена, что у вас достаточно сил для того, чтобы повлиять еще больше. И по результатам сегодняшнего мероприятия, прям план работы всегда такой составить. Что мы можем сделать для того, чтобы улучшить деловой климат в республике. Форсайт-лаборатория, на которую мы сегодня вас пригласили, это площадка по проектированию позитивных изменений делового климата и деловой активности. Вот вовлечение каждого из вас от ваших инициатив, которые вы сами готовы будете поддержать и дальше реализовывать вместе с нами, будет меняться деловой климат в республике Татарстан. За полгода, который в 19-й год сейчас у нас прошел, что мы сделали? Поручения президента уже проехались по 15 муниципальным районам. Главы, многие из этих районов и их команды сейчас с нами будут работать в нашем форсенте. В каждом районе мы посвечались с предпринимателями, провели глубинные социологические исследования, мнения предпринимателей, что мешает развитию на территории. Мы встретились с главами администрации и их командой на местах. Мы провели более 20 тренингов с контрольно-надзорными органами, с инспекторами для реализации профилактических подходов на территории. Мы провели стратегические сессии вместе с главами и вашими командами, предпринимателями на местах для того, чтобы выработать конкретные мнения предпринимателей, что нужно поменять на территории для того, чтобы улучшить деловой климат и деловой активность. По результатам этой работы мы увидели четыре проблемы, те, которые характерны для каждого муниципалитета. Я думаю, каждый из предпринимателей, которые здесь сейчас находятся, у вас тоже они откликнутся. Первое. Это взаимодействие органов власти и бизнеса в части получения государственной поддержки. Предприниматели продолжают говорить, что сейчас недостаточно до них доходит, не всегда отчетность их устраивает, не всегда удобно и просто получать государственную поддержку. Второй вопрос. Вопрос дефицита кадров. Кадры действительно решают все, и на сегодняшний день этот дефицит тормозит сильно развитие новых проектов, развитие существующих бизнесов в муниципальных районах. Отсутствие среды, стимулирующей развитие бизнеса. Мы знаем, что бизнес-акселерация в Казани работает достаточно хорошо. Среда конкурентная, предприниматели растут, есть много площадок для создания новых бизнесов. Но не все так радужно обстоит в муниципальных районах. Действительно, среда, которая бы провоцировала бизнес на развитие, которая бы вынуждала их постоянно расширять границы мышления, создавать новые проекты, этой среды пока нет во всех муниципальных районах. Ну и в частности будем говорить о тех, которые сегодня будут работать в группах. Четвертый, последний вопрос, который мы выделяем, это развитие территории, идентификация муниципального района. Мы знаем хороший, опять-таки, пример в Казани, когда про Казань знает весь мир. Но знают ли про Буинск весь мир, знают ли про Менделинск, про Кухмар, про Лаишево, Россия и Татарстан. В Татарстане понятно, а инвесторы Татарстана знают про вас. Наша задача сегодня подготовить конкретные проекты, решения по данным проблемам. Коллеги, у нас мы сегодня работаем с прицелом на достаточно короткую перспективу. Через полторы недели мы проводим заседание совета по предпринимательству с президентом. И уже там сможем озвучить и презентовать те инициативы, которые вы сегодня разработаете и поддержите. Президент принимает решения достаточно быстро, все мы об этом знаем, для этого нужны качественные и эффективные решения. Здесь присутствуют главы муниципалитетов и уже сегодня мы сможем с вами договориться о реализации конкретных пилотных проектов на их территории. Сегодня с нами руководители, первые заместители Министерств и ведомств Республики. Это те люди, которые имеют достаточных компетенций, а главное полномочий для реализации решений, которые мы сегодня будем проектировать. Ну и самое важное, наши предприниматели, наши бизнес-лидеры, креативные предприниматели нашего Дагастана сегодня с нами, они умеют решать проблемы, и я уверена, что помогут решить эти четыре проблемы также. Невозможно, безусловно, решать сложные проблемы на том же уровне, на котором мы сейчас находимся. И для этого мы сегодня пригласили наших федеральных экспертов. Благодарю вас за то, что вы сегодня с нами. Представлю коротко тех, кто будет работать в группах. Наталья Вишневская, генеральный директор FBI Pioneer, ведущий российский эксперт в области корпоративного предпринимательного проекта. Разработала бренд «Росинтерес», бренд Калужской области. Приветствуем вас, Наталья. Дмитрий Ягодкин, эксперт России, РАКХИКС, член экспертного совета национального рейтинга инвестиционной привлекательности России. Иван Иван Карпушкин, директор Евразийского центра территориального области социального и эксперт-акционератора Фонда социальных инвестиций. И Алексей Фатеев, создатель бюро спецпроектов «Эксперт-практики». Мне очень больно 20 лет опыта в области антикризисного управления. Для вводного слова я приглашаю Ирину Горезуну-Небрежицкую, директора информбюро, заместитель директора направления ОНО «Национальная технологическая инициатива». Вы, я знаю, создавали проект «Активный гражданин» в Москве. Ряд фееричных проектов «Все под вашим бюро». Только пожаловать. Слушаем вас. Спасибо большое, коллеги. Я буквально два слова. Что такое информбюро 2035? Это главный образовательный и развивательный портал на фонаре технологической инициативы. И, собственно, я занимаюсь, и в АСИ занималась, и сейчас, больше всего, коммуникационными стратегиями университета 2035, стратегиями развития наших инфраструктурных проектов, как точка кипения, и всего того, что связано в информационном поле с рынком национальной технологической инициативы. Ну и, кроме того, являюсь экспертом в области развития городских пространств. Буквально в этом году мы отработали очень серьезно по программе мэра Москвы мой район как раз с предпринимателями и с теми, кто проживает в округах московских. Так что здесь тоже большое достаточно движение через фарсайты мы проводим и в столице. Ну а сейчас хотела бы с вами поговорить о том, что смотреть мы с вами сегодня будем на год-два вперед. Но так как будущее наступает очень неравномерно и очень быстро при этом, хорошо бы еще учитывать глобальные тренды, которые, несомненно, повлияют на то, что будет происходить уже на ваших глазах, уже прямо сейчас. Потому что время сжимается, и все изменения, которые вы запланируете, возможно, наступят гораздо раньше. Как говорит Дмитрий Песков, если вы хотите с кем-то поговорить о будущем, скажите, что это случится в 2035 году, и тогда у вас получится сделать это в 2019. Потому что вам никто не будет верить, и в этот момент вы это уже сделаете. Ну, про общемировые тренды применительно к нам можно говорить уже сейчас. Мы понимаем, что шарит и кодами наступает везде и всюду. Мы понимаем, что наше собственное развитие, оно очень сильно с этим связано, потому что мы не готовы вкладываться во владение чем-то, что слишком дорого обходится. Я имею в виду предпринимательские различные проекты. Мы понимаем, что хорошо бы на аутсорс, из-за недорого, отдать какие-то функции, которые гораздо лучше выполнят те, кто этим занимается в больших масштабах. И больше того, мы часть своей деятельности тоже готовы посвятить тому, чтобы работать на других. То есть сервисные функции сейчас возрастают. Это первая история. И это история больших успехов таких сетевых проектов, как, например, WeWork. Я знаю, может быть, видели в ведомостях буквально 25 сентября огромный вышел материал о том, как развивалась вот эта концепция каворкингов и вообще, как развивалась WeCompanie. И о тех, кстати, сложностях, с которых они столкнулись, например, стартуя проект WeLeaf. Но, тем не менее, Шеринг и Гонами, и вот здесь, в этом месте, она тоже присутствует в полном объеме, потому что точка кипения, как инфраструктурный проект Агентства стратегических инициатив, на это и направлен. На то, чтобы сюда приходили и здесь реализовывали свои интересы все и бизнесмены, и управляющие, и чиновники, для того, чтобы они находили друг друга быстрее и наименее формальным способом. Получается, все точки кипения при этом разные. У всех собственная направленность, у всех свои результаты, и вот чуть позже я расскажу еще чуть-чуть об этом. Второй тренд, общий мировой, к которому мы тоже сейчас придем и столкнемся с ним очень-очень быстро. Я вот буквально день назад вернулась из Австрии. 60% стартапов, которые поддерживаются правительством, так или иначе связаны со сферой экологии и со сферой развития социального капитала. То есть без этой составляющей уже ни один проект не переходит на этап получения финансирования. Мы говорим о blended value, то есть о смешанных эффектах для социальной сферы, для экономической сферы. Говорим о том, что Impact Investment это тоже тренд, которого все активно придерживаются. И говорим о том, что метрики вот этой вот взаимной зависимости проектов, и где в оси координат будет находиться ваш конкретный проект, имеют большое значение. То есть мы уходим очень сильно в сферу развития социальной среды и в сферу разумного природа и ресурса пользования, чего бы это ни касалось. То, что опять же напрямую нас касается уже сейчас, это блокчейн-идиалогия. Я не говорю про блокчейн-технологию, в которой очень много вопросов. Блокчейн-идиалогия это чуть-чуть другое. Это когда мы не доверяем окружающим нас людям. Мы хотим пошерить ответственность за то, что происходит с кем-нибудь, кому мы доверяем в массе. И вот здесь мы опять же сталкиваемся с проблемой. Ну, вот москвичи столкнулись с ней очень-очень жестко, когда нам сейчас приходится в МКЦ подписывать заявление об отказе от оформления прав на собственность в электронном виде, чтобы, не дай бог, что не произошло с нашей недвижимостью. Я не знаю, насколько для вас актуально, но мы пришли к тому, что технология привела нас в состояние ступора и поваленного отказа от нее. Еще про доверие. Это к теме, наверное, развития территории, к теме развития бренду. Вы не обращали внимания, что вы приезжаете в какой-то город, не зная его, и, возможно, пойдете в какой-то сетевой ресторан. Больше того, город вы будете оценивать, потому есть в нем сетевые рестораны, вам понятны, или нету. Есть в нем брендовые сетевые магазины, или нету. Это очень серьезное ограничение, которое на нас сейчас влияет. Грубо говоря, любой государственный заказчик или любой потребитель будет думать, слушайте, а почему я буду подписывать контракт с компанией из Подольска или из Костомукши, если есть компания, которая базируется в Москве. И эта проблема наверняка всплывает в муниципалитетах, которые предприниматели регистрируются в Казани или в каких-то других крупных известных городах. Просто ради того, чтобы не сталкиваться с проблемой недоверия к бренду города. Вот с этим нужно будет очень сильно работать. И я думаю, что должно получаться. Мы, конечно, не Европа, где каждый город имеет собственное лицо. И к каждому городу европейскому практически маленькому или большому есть доверие, и там не так важно, где зарегистрирована компания. Но в качестве очень яркого, очень классного примера, того, что на самом деле от города и от территории ничего не зависит. Если больше того, что еще один тренд – это экстерриториальность, я приведу опыт компании InDriver. Это мобильное приложение, созданное в городе Якутске. Компания базируется в городе Якутске, обслуживает 300 городов в 26 странах мира, а подписчиками являются 32 миллиона человек, пользователями. Знаете, в чем фишка? Это мобильное приложение позволяет заказывать услугу такси, при том, что цену назначает сам клиент. То есть ты в Лос-Анджелесе, можешь сказать, я хочу дать твой аэропорт за 40 долларов, и, возможно, твой заказ кто-то подхватит. Элементарная, классная, очень яркая идея, которая принесла компании многомиллионные доходы. На российский рынок они выходили с трудом, начали с Санкт-Петербурга. В Москву еле зашли. И случилось это буквально в этом году. Поэтому, опять же, город имеет значение, но гораздо большее значение имеет идея. И, наверное, то, над чем нужно будет очень сильно работать, это не чтобы не уезжали из города или из страны, а чтобы возвращались. Пускай уезжают, учатся и приезжают обратно. И пускай регистрируются по месту оригинального своего месторождения. Вот над этим надо думать. Это можно как-то придумать. И, кстати, здесь опыт Татарстана, он во многих регионах России считается очень классным. Потому что, например, в Новгороде недавно совсем проводили сессию по городам. Именно опыт Татарстана по софинансированию один в четырем для них является очень классным. Потому что муниципалитеты, чем больше налогов соберут, тем меньше вкладывают сами. Обратная пропорция, это очень неудобно для всех. Ну, и еще одна фишка, которую нам нужно признать, нам нужно научиться и принять себя такими, как мы есть, это право на ошибку. Вот мы должны сами себе гарантировать право на ошибку и не считать, что если стартап номер раз, номер два и номер 27 завалился, то мы ничего не умеем. Все истории бизнес-успеха, они про то, как постоянно все не получалось. Но у человека российского неприятие, неудачника, оно сейчас есть в крови. Мы должны себя это как-то вытащить. Мы должны позволить себе ошибаться, но ошибаться достаточно дешево. И мы уже на пути к этому, потому что есть технология цифровых двойников, потому что есть технология управления компаниями и ресурсами через цифровых двойников. То есть мы какие-то свои ошибки уже можем достаточно серьезно облегчать. Я хотела бы еще, наверное, сказать про то, что среда, сама среда является большим стимулом для того, чтобы трансформировать свою жизнь. Мы очень сейчас много ярко меняем в городской среде. Я жду в конце месяца, по-моему, в Казани пройдет глобальный съезд парковых организаций. Это очень круто. Понятно, что огромное количество сейчас проектов идет по всей России, связанных с трансформацией городской среды. Понятно, что в Москве началось и практически уже белых пятен не осталось. Все уже трансформировано по самое нельзя. Даже то, что еще не хотелось бы трансформировать. Но этот же процесс набирает огромную скорость во всех городах. Это трансформация набережных. Кто-то с этого не начал. Сейчас проект стартует в Рязани. Только что мы приехали из Волгограда, тоже обсуждается трансформация вот этого городского пространства, которое сможет людей оставлять в городе. Это экономика ярких событий, которая должна людей в городе оставлять. Вот в Волгограде выяснили удивительную совершенно вещь. Вот самое главное, что с ними произошло после войны, знаете что? Чемпионат мира по футболу. Да, через 70 лет произошло очередное яркое событие. И это событие оставляет сейчас в городе людей. Потому что появилась инфраструктура, появился стадион, появилась куча объектов культурно-досуговых, появились хорошие рестораны, и в общем уже можно что-то поделать с этим. Совершенно другое сознание появилось у городских жителей. В чем замеряли, значит, в начале 18-го года. Что как, и кто собирается покинуть эти прекрасные места. И замеряли сейчас в 19-м. Ну колоссальная разница, просто колоссальная. В Казани, слава богу, много всего происходит. Но опять же, эта история, как транслировать яркие события и выносить их за пределы столицы, в другие города, деревни, села, неважно. Потому что каждая территория может быть по-своему интересной как для туристов, так и для внутренних туристов. Для того, чтобы люди выезжали за пределы города. Я, наверное, закончу свое выступление тем, что вот эта вот трансформация среды, городской, она влияет на трансформацию деловой среды. Есть такое ощущение, что инфраструктурные объекты, подобные туристы и глинии... Ну, понятно, почему мы это начали делать в 13-м году. Потому что нам самим такое место нужно было, для того, чтобы разговаривать о будущем. А сейчас уже для того, чтобы разговаривать и о прошлом тоже, потому что есть большой опыт. Мы разговариваем об опыте и о том, насколько наши прогнозы и карты будущего совпали с тем, что произошло вот за эти последние годы. Мне кажется, очень скоро границы между бизнесом и государством, они будут разрушены. Все, к чему мы должны прийти, это совместная работа. Я вам на коротком примере, на личном, но очень смешном расскажу. Значит, я была заместителем генерального директора ВДНХ, и на тот момент у меня было два личных помощника и два сменных водителя. Потом я пришла на работу в правительство Москвы. У меня остался один помощник и, соответственно, один водитель. Потом я пришла в объект за стратегических инициатив, у меня остался только один помощник, машина мне уже не полагалась. И вот теперь, когда мы образовали платформу ВДНХ, одна из таких стратегических задач была сократить косты, которые не связаны с продуктивной деятельностью, поэтому у нас концепция, в которой у организации нет своих автомобилей, соответственно, водителей, нет личных помощников, нет собственного бренда, потому что мы работаем как экосистема. И в принципе, знаете, нормально. Только мы к этому пришли, потому что технологическое развитие уже такое, что мне не нужен личный помощник, мне нужен супер-профи, который будет подхватывать мои задачи. А со своими платежами и со всеми личными вопросами я справляюсь через мобильное приложение. Мне комфортно? Нет. Мне некомфортно. Но я понимаю, что мы просто находимся в центре вихря, и он достаточно быстро захватит все окружающее. Поэтому уже сейчас надо привыкать к тому, что отказ от всего ненужного – это тоже история, которая случится совсем скоро. Вот в те самые год-два, про которые мы сегодня будем с вами говорить. Спасибо. Аплодисменты.